привет друзья это биология в живой природе канал который выходит за рамки школьных стен и серых будней меня зовут александра соболева и мы приехали на один из самых классных горнолыжных курортов финляндии рука в этом выпуске я планирую рассказать вам о том от чего мы с вами смеемся и грустим почему иногда хочется шоколадку а иногда соленый огурец а еще вы узнаете чем полезен страх подобно тому как этот человек управляет целым подъемником где каждая кабинка подхватывает довольных лыжников и сноубордистов точно так же в каждом живом организме существует две системы регулирующие абсолютно все процессы протекающие как внутри организма так и снаружи жизнедеятельность многоклеточных животных координируется за счет слаженной работы нервной системы а также гуморальной мы расскажем вам про обе абсолютно все жизненные процессы такие как питание дыхание размножение рост развития протекают четко и слаженно благодаря тонкому регулированию очень важную роль в этом регулировании играют биологически активные вещества гормоны гормоны есть и у одноклеточных и у многоклеточных животных и даже у растений выделяются гормоны одними органами а действия оказывают на другие транспортирует их внутри нашего организма жидкости такие как кровь лимфа и тканевая жидкость в переводе с латыни жидкость это гумор именно поэтому регуляция названа гуморальная вот в этом месте на шее находится щитовидный хрящ он защищает щитовидную железу она выделяет гормон роста тероксин а он попадая в кровь управляет делением всех клеток у разных людей разное содержание тероксина в крови и как следствие все люди разного роста кроме гормонов жидкости могут транспортировать и другие вещества активно влияющие на работу нашего организма например когда в крови повышается содержание углекислого газа мы начинаем чаще дышать и тем самым насыщаем кровь кислородом ребята в порядке а и 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 по растению тоже есть своя система регуляции например на верхушке дерева и на кончике корня находятся гормоны роста или фитогормоны они передвигаются по дереву вверх по сосудам и вниз по ситовидным трубкам И те, и другие относятся к так называемым проводящим тканям. Фитогормоны влияют на молодые клетки, летом ускоряя их рост, а зимой замедляя. Хоть по погоде и не очень похоже, но сейчас в Лапландии весна. И начинается период активности гормонов гиберелинов и ауксинов. Именно благодаря ним начинает свой прирост древесина. Активнее растут листья и у цветковых растений образуются почки. У животных под контролем гормонов протекают основные этапы развития организма с момента зарождения и до глубокой старости. Например, у насекомых гормоны регулируют рост, линьку и окукливание гусениц, половое размножение и другие процессы. Нам сегодня невероятно везет с погодой и со встречами. У человека, животных и птиц все гормоны вырабатываются во внутренних органах, которые называются железы внутренней секреции или эндокринные. К ним относятся гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, вилочковая, поджелудочная, половые и так далее. В экстремальных условиях надпочечниками вырабатывается большое количество адреналина. Этот гормон называют еще гормоном стресса. Неудивительно, именно он заставляет сердце биться быстрее, сосуды сужаются, и поэтому мы бледнеем, когда нам страшно. И повышается температура тела, а каждая клетка нашего организма получает больше глюкозы. А глюкоза – это энергия. И, собственно, в считанные секунды мы готовы быстро и оперативно реагировать на изменяющиеся условия и принимать соответствующие решения. Другими словами, кратковременный выброс адреналина усиливает кровоснабжение мозга, а также его активность, то есть является полезным. Недостаточное или избыточное выделение гормонов у человека может привести к эндокринным заболеваниям. С нарушением гормональной регуляции во многом связаны процессы старения, развитие сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний. Где-то там под шлемом находится головной мозг. От него отходит спинной. Головной и спинной мозг – это главные части нервной системы. У обычного человека она защищена с помощью костей черепа и позвоночника, но у экстремалов существуют дополнительные способы защиты. С помощью нервной системы осуществляется быстрая связь всех клеток, тканей и органов между собой, а также с окружающей средой. Нервная система образована нервной тканью. Основными клетками нервной ткани являются нейроны. Каждый нейрон состоит из тела, от которого отходят несколько коротких отростков дендритов, и один длинный – аксон. Нейроны обладают чувствительностью к свету, звукам, запахам, прикосновениям, изменениям температуры и т.д. Эти раздражения воспринимаются окончаниями коротких отростков нейронов. При раздражении чувствительного окончания в нейроне возникает сигнал – нервный импульс. По короткому отростку нервный импульс движется к телу нейрона, а затем по длинному передается другим нервным клеткам. Так от одного нейрона к другому сигнал движется в мозг, а здесь полученная информация перерабатывается. Затем ответный сигнал из мозга по другим нейронам передается к рабочему органу, и его работа изменяется. Ответная реакция организма на раздражение из окружающей среды называют рефлексом. Одним из самых ярких примеров рефлексов мы можем считать слезотечение во время нарезания репчатого лука, выделение слюны при виде лимона. Характер взаимоотношений животных с окружающей средой и другими организмами определяется уровнем развития нервной системы. Например, у пресноводной гидры самая простая по строению нервная система. Она представлена распределенной по телу сетью нервных клеток. У животных с более сложной нервной системой есть скопление нервных клеток, нервные узлы с отходящими от них нервами. Такую нервную систему имеет моллюск-прудовик. Развита нервная система у позвоночных животных – рыб, земноводных, пресмыкающихся птиц и млекопитающих. У этих животных нервная система состоит из головного мозга, спинного мозга с отходящими от них нервами. Большая часть длинных отростков нейронов у позвоночных покрыта специальной оболочкой, благодаря которой нервные импульсы передаются намного быстрее, чем у других животных. Главным координирующим центром у позвоночных животных является головной мозг. Иди, мой слегка, иди сюда. С ним напрямую связаны органы чувств обоняния, осязания, зрения, вкуса и слуха. В состав органов чувств входят нервные клетки, которые воспринимают из окружающей среды информацию в виде цвета, вкуса, запахов. Сигналы, поступающие из органов чувств и других органов, суммируются и перерабатываются в нервных узлах или в спинном и головном мозге. После этого к органам поступают ответные сигналы, регулирующие деятельность органов. Олени хорошо знают, что если пришли люди, то, скорее всего, дальше их погладят или они получат вкусняшку. Именно поэтому они так настойчиво подходят к нам. Органы чувств и нервная система делают нашу жизнь такой прекрасной. Сколько кайфа дарят нам вкусовые рецепторы на языке, а зрительные рецепторы в глазах, тактильные в коже. Сколько чудесных запахов хранит наш мозг. Ну, а классную музыку с друзьями чем еще послушаешь, кроме слуховых рецепторов в ушах? Подводя итоги, можно смело утверждать, что гуморальная регуляция в организме контролирует все длительные процессы. Например, рост, индивидуальное развитие, а в свою очередь нервная регуляция позволяет оперативно воспринимать информацию из окружающей среды и быстро на нее реагировать. С помощью нейрогуморальной регуляции обеспечивается согласованная работа всех систем органов нашего организма. Поддерживается постоянство внутренней среды, он же гомеостаз, и устойчивость всех функций организма. А это была биология в живой природе. Следите за обновлениями, будет интересно. И не важно, сколько вам лет. Мы находимся на одном из самых классных горнолыжных курортов в Финляндии, Рука. Я планирую рассказать вам сегодня о том, почему я уезжаю с склона. В лес пошел? Человек-ползун. У растений тоже есть своя система регуляции. Все эти органы работают в тесной связи друг с другом. И образуют эндокринную... Смотри! Нет! Слезотечение во время нарезания репчатого лука. Выделение слюны. Ну, простите. Я не смогла снять подводу. Субтитры сделал DimaTorzok